Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь! Молите Бога о нас! Приближается 23 февраля, он же День Защитника Отечества, он же День Рождения Красной Армии. Стилистика праздника, патриотизм и военное дело. А это значит, девочкам надо поздравлять мальчиков. Только не надо дарить мне крем для бритья, я бороду свою все равно не забрею. А это и ни к чему. Я думаю, что самый лучший подарок мужчине на 23 февраля это красивое платье. А зачем платье мужчине? Мальчик с девочкой в этом парте сфотографируется и выложит фото в соцсеть и будет радоваться. Кто не верит, проверьте. Медленно ракеты убывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя Америке немного жаль, у Европы это впереди. Ядерный фузас не скачается, от него хорошего не жди. А я не пойму, 23 февраля поздравляют всех мальчиков или только тех, кто в армии служил? Теоретически это праздник военных. На практике у нас в обществе молодых инвалидов с 23 февралем поздравляют всех мужиков. Хотя они честно откосили от армии по состоянию здоровья. Праздник день рождения Красной Армии возник в то время, когда было такое Отечество, защита которого была почетной обязанностью каждого мужчины. И поэтому с Днём Защитника Отечества поздравляют всех мужчин. Однако пацифистов можно отдельно поздравлять только с 19 ноября. Главное не забыть, наверное. А вообще что это за праздник 19 ноября? Международный день мужчин в начале 90-х годов придумали буржуи, которые, вероятно, очень сильно боятся Красную Армию. Цель праздника была привлечь внимание общества к дискриминации мужчин в вопросах семейного права, образования, охраны здоровья, а также показать благоприятное влияние мужчин на общество. Поздравляем всех с Днём Защитника Отечества! Девушки, берегите своих мужчин! Им скоро придется поздравлять вас с 8 марта!